Ну что, вторая часть про славу Мерлоу у Дудя. Вообще, я думал одной удовлетвориться, но в процессе дня я вспомнил, что не сказал об одной очень такой важной вещи, как мне кажется. Вот смотрите, молодой парень добился всего, деньги, славу, успех, известность, живи да радуйся. Но у парня в 20 или в 21 год тяжелейшая депрессия с мыслями о самоубийстве. Причем он, когда с этим столкнулся и в дальнейшем начал узнавать, оказывается многие из известных людей вот в его круге сидят на антидепрессантах и посещают психотерапевта. То есть получается, да, вот вы зовете молодежь в эту успешную счастливую жизнь, а жизнь-то оказывается несчастливая. То есть приходят люди в тупик, жизнь не радует. Слова экклезиаста, написанные около трех тысяч лет назад, продолжают работать. Все суета и томление духа. Или как предложил толкование один из православных поэтов и романах, роман Матюхин, Матюшин. Святы твои слова, экклезиаст. Все, что без Бога, суета суедствий. То есть вот мне кажется это важно. Все стремятся к славе, к успеху, к богатству. А когда приходят, оказывается, что что-то не радостно. Счастье-то что-то не в этом. И без Бога оно как-то, ну вот видите, человек добился успеха с мирской точки зрения прям колоссального. То есть, ну, как бы многие бы из современной молодежи мечтали о таком. А счастья нет. Прикиньте. То есть опять-таки вот мы вновь упираемся в русскую пословицу, что без Бога не до порога. Что если без Бога, ну, как бы все бессмысленно. Все обретает серые краски и не приносит счастья. Такие дела. Поэтому желаю всем поскорее наладить отношения с Богом, чтобы жизнь была посчастливее. Потому что с Богом радостно. Даже вот в любой монастырь приехать, казалось бы, живут трудно. А сосредоточение радостных лиц на квадратный метр больше где бы то ни было. Поэтому живите с Богом и будет вам счастье. С вами был иеромонах Александр Митрофанов. Подписывайтесь, распространяйте. До встречи в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok